Миллионный гривен мимо кассы, точнее мимо карманов украинских музыкантов. Все из-за непрозрачного распределения сбора, предназначенного для них в качестве роялти. Кто собирает, сколько и где теряются эти деньги, выясняла Ирина Романова. Знаете ли вы, что покупая мобильный телефон, телевизор или видеомагнитофон, вы автоматически поддерживаете музыкантов? Ведь по закону импортеры и производители звукозаписывающих устройств должны оплачивать сбор, который идет на оплату роялти, авторов песен и музыки. Постановление это подписал еще Азаров в 2003-м. Казалось бы, певцы и композиторы за 14 лет могли озолотиться, ведь по данным импортеров речь идет о миллионах гривен в год. Порядка 5-6 миллионов они собирают сбор со всех импортеров. Но, как я уже говорю, и то, что мы с управлением, обычно это намного больше. То есть они с одного импортера могут требовать или собирать порядка полтора миллиона. Сбор, о котором идет речь, это не налог. В казну деньги не поступают, объясняет экономист Илья Нисходовский. Импортеры и производители платят его посредникам, организациям, уполномоченным Минобразования Табачника, а те уже распределяют средства авторам. У нас есть две организации, которые внесены в реестр уполноваженных организаций авторских прав. Украинский Музыческий Альянс, а вторая Украинская Ассоциация Авторских Прав. Фактически, вопросом сбора этих денег занимается Украинская Ассоциация Авторских Прав. Эти организации не сдают никаких звездов ни до органов статистики, ни до уполноваженного органа. Как они распределяют эти деньги, в принципе, невидимо. Продюсер Александр Ягольник говорит, денег от этого сбора многие артисты в глаза не видели. По одной причине они шли в другие карманы. Это все створил Дмитрий Табачник, который на том хорошо знал, и он сделал все, чтобы все эти деньги ховались. Были те люди, которые 14 лет на этой струмочке сидели, и Дмитрию Табачнику отстегивали деньги. В целом, авторская спорта про это слышала только нещодавно. Не видел и роялти, и композитор Владимир Быстряков. Я получил какие-то копейки, по сути дела, из нашего украинского, это УАСПА, ДАСПА. Это даже часть того теневого бизнеса, который у нас процветает. Был скандал где-то год назад или два года назад, когда несколько десятков миллионов, поступивших на счета УАДАСПА, они куда-то ушли в какой-то банк, который сразу же обанкротился, и с нескольких миллионов авторам было выплачено около 60 тысяч гривен. Можете себе представить, какие там деньги крутятся? Так все-таки, по какому принципу распределяются миллионы гривен сбора? Ответ на этот вопрос мы попытались выяснить у организации посредников, но все от комментариев отказались. Госагентстве по авторским смежным правам тоже разводят руками. Говорят, подобный сбор существует во всем мире, но такой непрозрачности, как в Украине, нет нигде. На наши обращения мы получаем, в эти организации там наши права есть, отписки и никакой информации нам они не дают. То есть, я так понимаю, в основной своей массе это такие черные ящики, и задача которых как-то деньги туда заманить, а что с ними дальше происходит, я прокомментировать не могу. Авторов, владельцев фонограмм просто ограбят, вот и все. В радио, как нам стало известно, уже зарегистрирован законопроект о роялти. Он предусматривает, что распределять деньги от сбора завоза звукозаписывающих устройств возит одна организация, Госагентство по авторским правам. Там обещают автоматизировать этот процесс, чтобы все могли увидеть, сколько денег платят импортеры и сколько из них получают украинские авторы. Ирина Романова, Вячеслав Ролов, подробности, Телеканал Интер.